Смотрите, какие у нас цветочки красивые, вели под окошком. Всем доброе утречко, прекрасного дня, хорошего настроения, всего самого лучшего вам каждому. Сегодня у нас, по-моему, четверг уже, я выспалась, ну, конечно, так сказать, что надо вставать, поэтому и встала. Пошла котов покормила, собачку покормила, всех на улицу выгнала, имеют у Томиков в туалет сходить на улицу. Детки спят, мои еще, но надо уже будить их. Вчера, что у нас было? Мы сходили, анализы сдали, мы сходили к стоматологу, к школе надо было пройти Вике. Я поспала два раза вчера днем, но это вообще какое-то, что-то такое непонятно. Что еще? К вечеру мы приготовили картошку, пожарили, котлетки пожарили и салатик сделали с помидорчиком, с огурчиками. Вот. Девчат надо будить, потому что надо же готовиться к школе. Мы вчера очень рано вставали, а сегодня мне Вика хотела до девяти поспать, но нет, уже сколько у нас? Уже полдевятого. Надо будить и одну, и вторую пусть приучаются к школе. Что еще? Сегодня у нас что-то надо будет готовить, кушать, потому что вчера мы только на вечер готовили. И радоваться жизни сегодня целый день. Викка еще спит. Сейчас буду пучить. Чит-чат. Веля спит. Тоже в своей комнатке. Веля уже проснулась на телевизоре. Скажи всем привет. Вот Викуля проснулась. Скажи всем привет, Викуся. Всем привет. Отдыхает. Пока чайник греется, да? А это мой сегодня завтрак. Я тебе сделаю чаечек, бутерброд с колбасой и маслом, шоколад. Мед у нас. Нам угостили вчера медом. Майским. Девчата говорят грековатый. Они очень любят мед. Но этот мед, говорят, ну, можно его есть очень. Он жиденький. Я люблю очень жидкий мед. Когда он засахаренный, я вообще его не могу есть. Но вкусный. Как бы надо же, девчата, лечить. Поэтому лечимся теперь. Вот. Так что сейчас я чай попью. Они мед съели. Минут через 15 будут кушать, девчонки. Так что и шоколадки. Меня подсадили тут на шоколадки некоторые. Так что хочу шоколад постоянно. Хотя знаю, что вредно. Ну вот. Так что всем приятного чаепития утром, кто кушает. И прекрасного дня вам. У нас на улице жаренье. Я сходила за хлебом. Кукурузный палатчик детям купила. Жарко, ветрено. И сейчас буду варить гороховый суп. Вот так вот. Девчата лежат пока отдыхают. Потом надо их подсчитать, заставить, что ли. Все расслабились. Фух, лорка погуляла. Прицепили ее. Вот во дворе еще подмести надо будет. Идешь так. Ничего неохота делать, но надо. И завтра у нас приедут родители. Мама приедет. Бабушка наша. Дети счастливы. Круто. Будем. Давно она у нас не была. Сколько? Месяц, наверное. Даже больше. Два. Так что будем радоваться жизни завтра бабушкой. Я уже поставила водичку для супчика. Мясо потом кину. Туда сейчас лучок зажарю. Морковку я не зажарила в последнее время. И мне так это нравится. Так что будем готовить гороховый супчик. Морковку я натерла. Лучок порезала. Мясо я закинула. Горох достала. Сейчас закипит, поварится мясо. И потом кину горох. И картошку я тоже начистила уже. Так что сейчас у меня сковородка нагреется. Я закину лучок пожарить. И будем жарить его. Короче. Что я хотела сказать? У меня кто-то спросил. Нара Алина. Там написано было. Почему я мужа не показываю? Мужа не показываю. Потому что, во-первых, он не хочет. Вообще для него это не интересно. Во-вторых, почему? Что с ним? Он на инвалидной коляске у меня. Поэтому он не хочет себя показывать. А мы решили всей семьей. Ну, я имею ввиду без него. Дети без проблем снимаются. Мне интересно. Им интересно. Не хочет, не хочет. Я его не заставляю. Так что как-то так у нас. Вот. Что еще? Мама за интерпрет будет классно. Она нам должна домашние яички привезти. Там морковку. У него коры, утки свои. Пусть немного, но есть. Домашние яички очень классно. С них все вкусно. Больше и лучше получается. Мне нравится. По крайней мере, и печь с них нравится больше. Очень вкусно. Суп быстро готовится. Сейчас мы все это быстро сделаем. Чем займемся дальше, не знаю. Потом по ходу действия будем смотреть. Вот так. Девчата, девчата, девчата лежат пока. Сегодня я их не стала пока заставлять. Вот Веля, допустим, там чистить картошку. Я сама все это быстро сделала. А у меня уже жарко, если честно. Короче. Но все равно приходится готовить. Печку я утром помыла. А помыла я ее с... Причем здесь с... Сейчас покажу с чем. С азелитом вот этим. Я никогда его не брала раньше. А пыталась обычным нашим порошочком. Пемалюксом драй. Вообще другой... Другая чистота. Вообще все прочистилось так классно. Все так классно почистилось. Прям чистенько. Мне прям понравилось. Не то что с обычным нашим порошочком. Обалденно. Круто почистилось. Лучок у меня пожарится. И будет классненько. И дальше продвинемся с готовкой. Так что я только сегодня кухней и посудой занималась с утра. И все пока. Ну вот, теперь готовкой. А, плед еще я постирала. С кровати другой постелила. Так, я уже закинула горох. Лучок, который пожарила. Сейчас морковку кину. А картошечку кину папу уже. Когда мясо сварится и горох. Вот так вот. Все, супики сварила. С супом закончили. Ребята, я вспомнила, что мы еще будем готовить. Мы вчера с Виолеткой решили приготовить крабовый салат. Поэтому я поставила яйца варить. И рис. Кукурузу мы купили. Огурчики у меня есть. Крабовые палочки тоже есть. Так что еще готовка предстоит у меня. Давно я хотела крабовый салат. И мы с Виолеткой думаем, что бы не приготовить его. Ну да, как. А Вика у нас, как всегда, поделки делает. Корону делаю. Листочки. Ютуб для поделок, да? Да. Вот так вот. Что ты делаешь? Корону себе? Все-таки ее будет склеивать. Я пока отдыхаю. Вика занимается, делаю. Батюшки, тебе надо одну было все-таки убрать. Не клеить. Одну? Да. Ну попробуй. Либо их заклей. Это, ну, удлини. Одну убери. Да, вот так. Заклей подальше чуть-чуть. Дальше, дальше еще и туда, чтобы меньше она была. Она большая корона у тебя. Зато и есть корона. Да. О, Вика корону сделала. Больше на динозаврика похожи. Да? Да. Нормально. Такого сына у тебя. Нормально? Нормально, молодец. Ну все, девчата у нас обедают. Им приятного аппетита. Как супчик? Нормальный. Викина любимая корона, которую она сделала. Покажи. Покажи. Вот наш короховый супчик. И медик. Я еще помню, как ее делать. Давай, все, кушаем. Я легко делать. Я уже поспала. Детенки отдохнули. И у нас становится жарко. И я делаю салатик крабовый. Сейчас покажу. Нарезала крабовые палочки. Яички уже нарезали. Пис положила. Огурчики нарезали. Кукурузку положила. Такой салат у нас получился. Думаю, вкусненько. Сейчас попробуем салатик. Вот, если я тарелочку наложила. Вкусно получилось. Со свежим огурчиком. Прям вкуснятина. И кукурузка вкусная. Даже летом обалдену этот салат. Том, когти пришел чистить. Да, на лавочку, Томик? Мартин идет. Все что-то ждут от меня. А я решила чай попить. На свежем воздухе. Покушала, поужинала. И дышу свежим воздухом. Классно. Ветерок такой прикольный. Прям освежает. Не то, что днем было жарко. Все коты пришли ко мне. Даже Левка. На ветер. Но зато хорошо сидеть так. Тишине. Никто не орет. Красота. Вон Левка лежит. Тоже пришел. Что-то хочет. А я им выставила кашу, которую они с утра не съели. Они не хотят есть. Том. Мартина хвост. И Лева. Смотрите. Этот цветок я утром показывала. А теперь он спать ложится. Представляете? Я поняла, что этот цветочек спать ложится. Закрывается на ночь. А утром открывается. Это бутончики еще не раскрылись. Этот отцвел уже. И как он прицепился сюда. Что-то сюда прицепился. К хорошему. Вот. Этот спать лег. Красивый бутончик. Товели на окно. Там у него компьютер. Ха-ха. Маша там. Эти тоже цветут. А, Катюха моя. Он Велька мучает Тома. Нет, он птичек ловит пытается. Там птичку ловит, Томик. Три птицы. Воробьев. Воробейщик. И заодно палочки. Понятно. Вы играетесь. Ага. Эти. Эти. Там воробушки, Том. Где-то на дереве воробушки. И он их пытается поймать. Так у нас зелень. Скоро осень. Будет все вот это. Вот эти деревья у меня будут красно-желтые. Будет травка желтеть. Короче. И хочется осени, и не хочется. Так что не знаю, что я хочу. Просто, когда холодно, чай уже так на лавочке не попьешь. И не посидишь на свежем воздухе. Что ты с ним делаешь? Отпусти его. Игранки. Ну, и лето надоедает, и хочется и прохлады, и каких-то... Хочется весны, там уже прохладное. И тепло в то же время. И хочется, чтобы был какой-то режим. Когда в школу они ходят, режим хороший. Утром встаем. Они в школе. Ты ж, я что-то делаю. А так просто встаем. Ничем не занимаешься. Спишь. Нет, понимаешь, что мы чем-то занимаемся. Но все равно, в школьный режим дети хоть чем-то занимаются полезным. Вот так вот. Короче, я решила заканчивать свое видео. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео. Кто подписывается на меня. Спасибо, очень приятно. Пишите свои мысли, комментарии. Что вы обо мне думаете. О нас. И смотрите на ребенка. Еще кашель есть у нас. Вот. И ставьте лайки. И всем пока-пока.